Далеко на Урале жила довольно игривая и неугомонная собачка по имени Боня. Она любила детей и радостно виляла хвостиком при виде людей, но в один день все изменилось. Вся большая семья, включая неугомонную собачку, отдыхала на даче в деревне, но вот пришло время возвращаться. Пока грузили вещи в машину, забыли прикрыть ворота. В этот момент, от сильного порыва ветра калитка забора резко хлопнула и от испуга Боня куда-то рванула. Ждать они ее не стали, как многие люди просто уехали, оставив собаку где-то в морозной зиме. Собака спустя час вернулась к дому и не обнаружила своих хозяев, она обижала все вокруг, но никого не нашла. Рядом проживала семья пьяниц, они заметили скитающуюся вокруг собаку и решили ее забрать. Накинув на шею собаки веревку, притащили ее к дому. Там ее посадили на короткую цепь, без будки и без какой-либо постилки. Собака рычала и кидалась, только при одном их движении. Ее лай мешал им философствовать и в Боню летело все, что было под рукой. Когда им становилось скучно, они долго дразнили собаку едой, отставляя миску далеко, чтобы на своей короткой привязи она не смогла достать до нее. Первое время она пыталась вырваться изо всех сил, но звенья цепи больно врезались в шею, и она смирилась. В один из таких мучительных дней, хозяин решил отработать на ней броски дротиков, он много мазал, но и попадал. Бонни было очень больно, только стоило ему подойти их собирать, как собака кинулась на мужика, вцепилась острыми зубами в руку. Она рассверепела, сорвалась с цепи и бросилась на мужчину, он нашел кирпич и стал отбиваться. Освободившееся животное не стало ждать и сбежало через открытую калитку. Нужно было бежать и подальше, только это было в голове у собаки. Съев что-то на местной помойке, она вышла на трассу и теперь весь ее путь на 100 километров состоял только из длинной полосы асфальта. Казалось бы, что может пойти не так, все ужасное уже случилось. Она долго шла, спала на обочине и ела то, что найдет. Она не понимала, почему ее бросили, почему делали так больно и что будет дальше. Примерно на половине пути, спустя несколько дней странствий, голодная и холодная собака тихо волочилась по трассе. Лапы застыли, подушечки стерты в кровь и воспалены. Что-то виднеется и сильно шумит, быстро приближается, наверное, очередная безразличная машина, подумала Боня. Вдруг неожиданно яркий свет фар врезается в глаза, несется фура и слегка заезжает на обочину, собака не успевает опомниться, как машина сносит животное с пути. Жесткий, глухой удар маленького тельца о железо и собака отлетает в кювет. Жгучая боль пронзает беззащитное тело. Фура уносится, оставляя лежать собачку на снегу, выделяя ее лишь капельками крови. Лапы не чувствуются, как только собака начинает подниматься, боль простреливает позвоночник, и она снова падает в свою снежную могилу. Никто ее не видит, машины проезжают, лишь слезы катятся из добрых черных глаз. Около десяти часов она лежала в сознании, ей больно и холодно, шум смешивается в голове, силы покидают, и она засыпает. За день до Нового года Петр ехал на машине по той самой трассе, домой с кучей подарков, когда решил остановиться, проверить, не забыл ли он бумажник в торговом центре и пока рылся в сумке, заметил в кювете что-то странное и решил на всякий случай проверить. Это оказалось животное, оно было слегка запорошено снегом и на вид не подавало признаков жизни. Было непонятно, что оно тут делает, довольно далеко от цивилизации. В следующую минуту он увидел кровь и понял, что животное сбили. Проверил, собака еще была жива, тяжело дышала, но на движение и прикосновение не реагировала, значит сильно замерзла. Он не смог оставить ее, осторожно взяв на руки, Петр понес Боню в машину и мигом помчался в ближайшую ветеринарную клинику. Собака в пути чуть отогрелась и начала очень тихо поскуливать, словно рассказывая о всем, что с ней произошло. Мужчина лишь бессознательно успокаивал бедное животное, скоро все будет хорошо. В ветеринарной клинике все были удивлены, после осмотра они сказали, что в таком состоянии собака пролежала не меньше трех дней. Это всех ужаснуло и надо было принимать решение, усыплять или бороться за нее. За это короткое время Петр очень проникся к ней и решил, что это его новогодний подарок, семья согласилась и они стали спасать бедняжку. Новый год встречали в больнице, ни на минуту не бросая Боню. Шло время. Она потихоньку восстанавливалась и ее выписали. Уже через полгода Боня весело резвилась в своей новой любящей семье, которая спасла ее от верной смерти. Все идет хорошо и вот в семье образуется пополнение. Дома появляется малыш. Собака, как вторая мама, всегда находится рядом и норовит везде залезть и помочь. Тихой, лунной ночью, весь дом сладко спал, малыш был в отдельной комнате. Вдруг собака что-то почувствовала и проснулась. В это время ребенок запутался в одеяле и начал задыхаться. Он никак не мог распутаться в силу своего возраста и его практически не было слышно. Малыш борется, но ничего не получается, в панике он еще больше запутывает себя. Боня это почувствовала и с диким лаем понеслась в комнату родителей. Ничего не понимающие взрослые не торопились вставать. Тогда собака попыталась поднять маму за ночную пижаму. Когда взрослые наконец встают, собака сидит у двери мальчика и дико лает. Перепуганные родители несутся в комнату к малышу. Ребенок уже не мог кричать, мама быстро его распутала и помогла ему отдышаться. Пес перестал лаять, но все еще переживая, не мог найти себе места. Отец вызвал скорую и через некоторое время врачи осмотрели ребенка, никаких серьезных повреждений нет и уже можно было не беспокоиться. После ухода врачей, Боня успокаивается и усаживается рядом с малышом, положив морду рядом с ним. Глядя на эту картину, отец не смог сдержать слез. Вот так, когда-то спасенная им жизнь, спасла самого ценного человека в его жизни. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.